Депутаты быстро вспомнили о том, что наступивший год не столько юбилейный, сколько выборный. Сегодня совсем неизвестно, кто из них будет присутствовать на упомянутом юбилейном заседании, которое пройдет уже в декабре, то есть после муниципальных выборов. Первым же с трибуны выступил представитель Союза Отечества Республики, вручивший после короткой речи председателю Калева-Калла предложение оппозиции объявить ему же самому вотум недоверия. Под документом стоит 25 подписей депутатов от оппозиционных социал-демократов, которые стали инициаторами вотума недоверия, фракции ИРЛ и реформистов. Мы не говорим не так, как что Калев-Калло, как личность. Все-таки система центристов города Таллина, то, что мэр города под судом, председатель городского совета под судом, городские части, начальники под судом, это ведь система, против чего мы протестуем. Оппозиция напомнила, что 22 ноября Калева-Калла было предъявлено обвинение в даче взятки. Оппозиционеры напоминают, что уже тогда предлагали председателю горсобрания взять политическую ответственность на себя. Правда, им пришлось признать, что в стране действует презумпция невиновности. Только суд может честь кого-либо виновным. Во фракции центристов заявляют, что работой Калева-Калла довольны и собираются поддержать его. Мы очень довольны этим работой, что он делает, и ни в коем случае мы к этому присоединяться же не будем. В нашей фракции 47 членов, и эти же все 47 членов нашей фракции, конечно, будут поддерживать Калева-Калла, чтобы он в дальнейшем продолжал свою хорошую работу. Всего в столичном горсобрании 79 депутатов. Простая арифметика говорит, что голосов одной оппозиции не хватит для того, чтобы объявить Калева-Калла в отум недоверие. Для этого требуется хотя бы простое большинство голосов. В любом случае, предложение принято производство, а голосование состоится уже на следующей неделе. Так что все зависит от сплоченности центристов. И политологи считают, что это будет первой серьезной проверкой центристской фракции на прочность после всех перипетий, которые партия пережила в последнее время. Владимир Михалков, Рейхопресс, Первый Балтийский канал.